В предыдущем видео я делилась с вами моей недавнейшней покупкой. Это специальной гидропонной установкой, которая может применяться для проращивания семян, для выращивания зелени и для формирования корневой системы черенков. И что самое важное, это совершенно без земли. И самым первым делом я испытала ее на проращивании семян, о чем, конечно же, снимала видео и показывала итоговый результат. Напомню, что принцип работы этой установки основан на аэрации корней. И как раз для этого в комплекте есть компрессор. При этом более детально, как подготовить ее и запустить в работу, я рассказывала как раз таки в прошлом видео. И чтобы не повторяться, ссылку на него я оставлю в описании и закреплю в комментариях к этому видео. Ну а сегодня я продолжу испытания этой установки. И займусь выгонкой зелени из лука репки, о чем также буду снимать видео и делиться с вами всем процессом пошагово. Итак, самым первым делом я приступаю к пробуждению луковиц. И тут сразу обращу ваше внимание на то, что для посадки используйте только отечественный лук, так как импортный нередко обрабатывают химсоставами, которые препятствуют прорастанию корней и пера. При этом выбирайте перезимовавший лучок, так как от нового урожая перо либо очень плохо растет, либо не растет вообще. Но если же вы будете выгонять свежий лучок периода июля-октябрь, то до начала выгонки уберите его на пару недель в холодильник. И тем самым создайте ему имитацию зимы. В остальные же периоды делать это не обязательно. Итак, после базовой подготовки нашей грядки, я в уже наполненную теплой водой емкость кладу 20 луковиц, размером примерно с куриное яйцо. Закрываю ее площадкой и крышкой. И для того, чтобы их продуть, часов на 10 включаю компрессор. После того, как время вышло, вынимаю луковки из воды и острым ножом отрезаю у каждой из них шейку. А начавшие прорастать оставляю как есть. Следующим шагом я заменяю воду в самой емкости. И заполняю ее по уровню, сантиметра полтора не достигая до края. Раскладываю луковицы по посадочным местам. И включаю компрессор в работу. Все, на этом посадочный этап завершен. Обратите внимание, он должен работать в режиме 24 на 7. Поэтому не выключайте его в течение всего цикла выращивания лука. Дня через три луковички выпустили белые корешки. И я из емкости отчерпнула немного воды. Так, чтобы она не касалась донца головок, а задевала исключительно только корни. В противном же случае луковки могут начать гнить. И тогда появится такой затклый запах. В дальнейшем же луку, как и при обычном выращивании, первые 10 дней нужно прохладное и затемненное место, чтобы он развил хорошую корневую систему. А уже затем как можно больше света. И лучше это использовать досветку. То есть, чем дольше будет свет, тем быстрее можно будет получить заветный результат. И наоборот, от недостатка света зеленые перья будут желтеть и увядать. Лампу же лучше установить в сантиметрах 30 от головок и ровно сверху, чтобы перо не заламывалось. В это время многое зависит от температуры в помещении, где стоит установка с луком. Ведь при низких температурах перо будет расти медленно. Поэтому самая оптимальная температура в это время это градусов 25-27. Таким образом, урожай зелени с пером длиной сантиметров 30 я сняла ровно через 30 дней от момента начала проращивания. Что на 7 дней дольше, чем по сравнению, если выращивать в грунте. Например, этот лучок я высаживала вполне традиционным способом. И выращивала его в аналогичных температурных и световых условиях, что и на гидропонике. И в конечном итоге урожай, как я уже сказала, я получила на неделю раньше. Вдобавок, я нисколько не затратила на электричество для работы компрессора. И не приспосабливалась к постороннему шуму от него же. Ну а единственному преимуществу такой установки, то есть выращиванию без земли, я нашла альтернативу. И вырастила новую партию лука тоже без грязи. Это в древесных опилках. Усилий для этого я затратила минимум. Просто ошпарила опилки кипятком. Подготовила сами луковки, обрезав им макушки. И высадила в грядку плотными рядочками. Слегка как бы вкручивая их в грунт. Все. Остальной весь процесс абсолютно тот же. Сначала несколько первых дней в затемненном месте, чтобы сформировалась корневая система. А затем уже обеспечить досветку. Таким образом, при всем моем желании, похвалить эту установку не могу и во втором эксперименте. Так как итоговый результат не оправдывает моих желаний. И по моему мнению, такое приобретение это пустая трата денег. Но так как я все же хочу объективной оценки, то прошу всех, кто имел опыт выращивания на гидропонике, подключайтесь к этой теме и оставляйте в комментариях свои отзывы. Ведь сколько людей, столько и мнений. И, быть может, кто-то даже очень доволен результатом. Поэтому, чтобы восстановить справедливость, обязательно поделитесь своим опытом. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Спасибо за просмотр.